Весомый вклад в сферу АПК вносят белорусские ученые. Специалисты создали более 600 новых сортов сельхозкультур. К примеру, продуктивность отдельных зерновых до 120 центнеров с гектара. Рапс и зернобобовые могут давать 50-60. Касаемо картофеля, отлично себя зарекомендовали першацвет июля. Первый хорошо хранится зимой, а второй идеально подходит для производства чипсов. Более 130 предприятий Беларуси принимают туристов. В прошлом году флагманы машиностроения и не только посетили свыше 200 тысяч человек. В тройке лидеров БелАЗ, МТЗ и МАЗ. Общие программы туров включают посещение музея, выставки техники, сборочных корпусов и цехов. Однако каждый завод предлагает что-то свое, особенное. Детской школе искусств имени Ловникова подарили «Рояль». Спонсор музыкального презента «Беларусьбанк». При поддержке Бобруйского горисполкома теперь обучение подрастающих талантов заиграет новыми нотами. Инструмент в учреждении образования как нельзя кстати. Там ежегодно проводится республиканский конкурс пианистов. Качество звучания, несомненно, оценят юное дарование со всей страны. Республиканская акция «Шаг к успеху» заглянула в информационное агентство «Бобруйск-Медиа». Познавательную экскурсию ребятам провела директор Мария Бересневич. Школьники узнали, как работают корреспонденты телеканала «Бобруйск-360», примерили на себя роль ведущего новостей, познакомились с суфлером. Также юных гостей ждала викторина на знание тонкости профессии журналиста. Белорусские атлеты покоряют Париж. Могилевчанка Виолетта Борделовская завоевала первую медаль. Девушка взяла серебро в прыжках на батуте. В этой же дисциплине Иван Литвинович забрал золото, показав наилучший результат среди восьми участников и став двукратным олимпийским чемпионом. Второе место в соревновании по гребле занял Евгений Золотой. Мужчина привезет домой серебряную награду. Для наших спортсменов она третья. Редактор субтитров А.Семкин